Давным-давно я разрабатывал такие вот платки для ESPOS 266 с твердотельным реле и блоком питания на борту. Вот он, в собранном виде. Ссылочку опять же оставлю в описании на них. Я их использую для управления освещением по MQTT, ну и нареканий к работе у меня к ним нет. Я сделал ровно то, что мне было нужно, и они меня полностью устраивают. Но у тех, кто заказывал эти платки и повторял проект, есть нарекания к вот этому твердотельному реле. Но все мистеры вещь такая, что в определенных условиях может работать некорректно. Поэтому решил дополнить этот проект еще одной версии платы с вот такими вот не менее популярными реле. А может даже с такими вот копеечными блоками питания. Вот копия этого проекта в ЕЗДА. Ну вот плата и схема. Ну на схеме-то по сути только реле поменять надо. Транзистор для управления здесь уже есть. И добавить блок питания. Так, релюшка. Релюшка здесь есть в списках прям. Это мы удаляем. Так, для реле нам нужен еще диод защитный. Что у нас здесь есть из диодов? 4007 с годится. Так, эта нога у нас не используется. Так, блок питания. Просто копируем. Даем 220 на него. Так же копируем питание. Размер вот этого мелкого блока питания у меня есть в библиотеке. Вот он. То есть он можно открыть и редактировать. Размеры еще нужно будет распечатать и проверить. Ну, вроде бы они должны совпадать. А здесь мы просто подсунем эти размеры к тому блоку питания. Обновляем. Все. Здесь мы все сохраняем. Мне здесь вроде больше нечего. Так, 220 встает на реле. Разрыв-выход. Этот параллельно. Ну, давайте-ка попробуем портнуть. Так, блок питания. Здесь минус. Так, замечательно. По полярности совпадаем. И совпадаем по вот этим ногам только. То есть если его ставить как можно ниже. Нет, ну, в принципе, реально поставить. Так, убираем отсюда. Отношу маску. И реле. Так, эта дорожка уже здесь к месту. Ну, ожидаемо, что нужно будет раздвигать плату по ширине. Ну, наверное, как-нибудь вот сюда. Других вариантов, куда его сунуть, я не вижу. Конечно, то, что плата шире будет, это не очень хорошо. И здесь вот остается много пустого пространства. Да, немножко поисправляем здесь косяки. То есть вот это переходное отверстие здесь не нужно. Можно нижнюю дорожку, на этом, на синем слое дотянуть вот до суда. И вообще эту панельку, вот эту P4, ее можно поставить поближе к ESP. Ну, не прям вплотную. Ну, поднять. И с этим же можно поднять плату до размера в блоках питания. Да, места освободилось довольно много. Может, как-нибудь ESP проще развернуть и сюда поставить. Хотя нет, не получится. Тут нужно реле сдвинуть, чтобы оставить место для блока питания. И так, чтобы стала суда плата ESP. Ну, вроде вот так вот помещается. Можно ниже, конечно, его чуть. Я думаю, можно и этот электролит отсюда убрать. Потому что заминов у нас по питанию здесь не будет. Или по массе. Зачем мы его тогда добавляли, уже не помню. Это все не требуется. Так, опять же сохраняем. Здесь также нажимаем на импорт. Все, одним конденсатором стало меньше. Да, и нужно будет тогда сейчас обновить AMS 1.17, потому что в новой версии, вот этот, четвертая нога, он считает, что она отдельно. Нет, думаю, нужно переиграть расположение элементов. AMS 1.17 нужно будет поставить вот сюда. Транзистор на эту сторону, а реле развернуть вот таким вот образом. Во-первых, тогда вот этот выход будет ближе к сети. Здесь мы сверху можем нормально поставить вот этот диод защитный. Вот так вот. А здесь в любом случае как-то выводить нужно будет. И вот этот центральный выход также можно будет сюда увести на 220. Но только на схеме нужно будет поменять. Здесь, вот сюда он подходит к центральному. Так, еще раз импорт. Вот. Теперь все правильно. А вот это вот сюда уже. Это же получается нормально замкнутое, а при включении приключается на третью. Если я, конечно, ничего не путаю опять. Вот, теперь все правильно. Так, сменим еще расположение выводов в этой релюшке. То есть нам нужно первый четвертый поменять. Так, первый четвертый. Питание доведу до реле на нижнем слое. А на верхнем уже будет действие 220 разводиться. Ну, по мере возможности, конечно. Одного понять не могу. Смотрю тут на вот эту релюшку, на вот эту картинку с обозначениями выводов. И на картинку на схеме, на вот эту. И вот понять не могу. Релеш я буду вот так вот ставить. То есть тогда нога, она будет слева. А здесь что слева? И вот кто вот это вот рисовал, спрашивается. Ладно, сейчас опять все буду переделывать. Вот почему все нужно перепроверять в этих бесплатных библиотеках. Так, это у нас вообще какие ноги были. Это у нас была вторая, третья. Так, третья это у нас вторая. А вторая это третья. Соответственно, это у нас уже неправильно. Тогда имеет смысл реле перевернуть. Опять как и было. Вот уж дурдом, блин. Вместе с этим диодом. Вот. Так, что у нас еще здесь осталось? Смотрим на ошибки. Ничего нет. Нету только массы. Ну что, вроде бы все. Все основное развели. Сейчас будем проверять еще раз. Такая вот платка получается. Так подправить нужно вот это название D1. Что еще? Здесь вроде нормально все. Ну, подровнять немножко. Светодиод. Ну, светодиод. Не знаю, стоит ли его тут оставлять. Может сюда поставить. Думаю, он здесь будет логичнее смотреться. Да, конечно, второй блок питания здесь немного портит картину. Можно было бы плату поуже сделать. Здесь зазор уменьшить. Здесь тоже уменьшить. Да, и когда будет стоять вот этот блок питания поменьше, у нас остаются вот эти оголенные выводы, где будет 220 вольт. Что тоже не очень хорошо. Что мне здесь еще не нравится? Вот эта вот дорожка. Вот она на синем слое. То есть ее вполне можно кинуть вот здесь вот снизу, а не рядом с вот этими выводами. И дорожки в целом сделаю крупнее. Наверное, 120. И эту тоже. Они сюда нормально помещаются. Вот здесь вот не знаю. Да, очень сильно вылазит за вот эту вот область. Будет, значит, 100. Также, что касаемо отверстий. Их бы сделать покрупнее. То есть тут 100. Наверное, на 140 влезет. И сделать их ближе вот так. Также вот здесь нужно будет надевать что с отверстий. Небольших. Да, конечно, она немножко маску перекрывает. Но, я думаю, это мелочи. Так, ну и вроде все. Можно попробовать залить маской. Вот она. Синий слой пока. Так, где у нас 220-то заканчивается? Начинается и заканчивается где-то здесь. Так, ее копируем и вставляем на красный слой. Отлично. Смотрим ошибки. Обновляем. Масса пропала. Здесь ошибок тоже нет. Смотрю на массу. Вот это вот. Здесь перекрывается дорожка с питанием. Но она на нижнем слое проходит. Ну, как проходит? Да, проходит вот здесь. То есть с этой стороны 220. Она только вот здесь. Здесь только питание 5 вольт. Там можно подвинуть еще сильнее. Ну и вот опять же, вот конденсатор этот С1, он остается без массы. Потому что соединяется она только вот здесь. Что не очень хорошо. Надо еще выше поднимать. Вот здесь уже 220 будет. С другой стороны на самом блоке питания тоже есть электролиты. Его надо мной здесь. Ну, весьма сомнительно. Так же масса АМС-1,17. Она вот здесь вот только соединяется. И вот здесь по низу. Так, вот это переходное отверстие нужно тоже подправить куда-нибудь вот сюда. Ну, и вроде бы все. Остается последняя проверка. Это сейчас экспорт в PDF. Это нам все надо. Пусть будет цветной. И экспорт. Так, вот открыть в PDF. Вот она платка. Управляем на печать. Так, 100%. Ну, в общем, ладно. Почему-то две бумажки вылезло. Ну и вот она, самоплата. Там, где фокус. Вот она. Само собой, она чуть пошире старой. Это вот так где-то. Да не надо сказать, что прям намного. Реле сюда помещается. Так, блок питания. Это сюда. С этой стороны по ногам он совпадает. А с этой ширину по окантовке уж точно совпадает. Надо вырезать, наверное, лист. И здесь он по выводам тоже совпадает. Замечательно. По ширине. То есть, по выводам он стоит вот так. И сюда расставляется реле. Ставится. Ну, впритык, но ставится. Ну, чего на выводах подвинется. Ну, в принципе, тут и отверстия широкие должны быть. Соответственно, нога, которая нормально разомкнутая, она здесь. Опять же, с этим блоком питания будут торчать вот эти вот выводы 220 вольт. Так, если у нас стоит реле, ставится ли ESP-шка? Ну, вот так. И ESP. Вот так вот. Ну, опять же, впритык. Не очень хорошо это, но вполне себе допустимо. Так, и здесь диод. АМС-1117. Вообще, конечно, можно бы этот диод было заменить на SMD. Ну, ладно уже. Пусть будет. И еще небольшие штрижки. Хочу помять этот транзистор на SS-8050. На обычный биполярный. И в корпусе 192. Ну, пусть будет такой. Q1 остается. Т-резистор у нас становится на 10 кОм. Ну, а там 100 остается так же. Так, ну и все. Сохраняем. И здесь у нас импорт. Что здесь еще нужно сделать? Ну, я думаю, нужно вот эти дорожки с питанием переместить на синий слой. Потому что здесь какая-то белиберда с массой получается. Ну, полностью и вот эту тоже. Ну, можно даже эту, хотя... Смысла в этом, наверное, уже нет. Ну, здесь выходит стадиод, поэтому оставим. Тайон здесь никак не мешается, потому что нужно коммутировать вот эту ногу. И ногу АМС-1117, которая вот здесь упадет как раз-таки масса у него. Что еще? Все-таки уменьшить, увеличить дорожки вот эти вот. По крайней мере, те, которые тут на реле, на блок питания, то они толстые, тут и не нужны. Поэтому здесь возвращаем 90, а вот здесь уже будет 120. Как раз по уровню вот этому будет... Значит, теперь у нас есть большее пространство с массой. Здесь ничего не мешает. Да, АМС-1117. Сверху нормально проходит до транзистора. ESP масса тут тоже ничего не мешает. Тут до отверстий доходит до этого. И до вот этого же отверстия здесь сбоку идет. Опять же, название надо подправить. Название, маркировка. Вот, проект расшарил. Ссылка на него будет, как обычно, в описании. Что-то еще можно добавить. Ну, не факт, что я его буду заказывать. Уж точно не в ближайшее время. Поэтому сборку и проверку пока что не ждите. Это вроде как дополнение к прошлому проекту. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Пока.